Помните, как в Беларуси в конце прошлого года массово вызывали мужчин в военкоматы для сверки личных данных? А еще проводили разные сборы. На фоне войны это заставило многих понервничать, но, к счастью, тогда это ничем плохим не закончилось. Но власти, кажется, проанализировали то, как люди реагировали на все эти повестки и вызовы в военкоматы. Проанализировали, сделали выводы и захотели улучшить кое-какие законы. Не все, конечно, а только некоторые, те, которые связаны с армией, а конкретнее с призывом и мобилизацией. Для этого они придумали два проекта законов. А зная современную Беларусь, можно с большой долей уверенности говорить, что их примут. Может быть, когда вы смотрите это видео, это уже произошло. В общем, с этими новыми законами некоторые нюансы жизни в нашей стране изменятся, причем местами очень сильно. Сейчас мы коротко расскажем, кого и как смогут призывать в белорусскую армию. Очень вероятно, что вас это касается. И попросим поставить нам лайк и подписаться, если для вас это безопасно. Раньше, если в военкомате хотели, чтобы вы туда пришли, вам присылали или вручали повестку. Вот такую, на бумаге. А теперь это будет необязательным действием. Один из двух новых законопроектов предусматривает, что повестку вам смогут направить по СМС. И это будет то же самое, что и классическое бумажное. По СМС вас смогут призвать и на мобилизационную подготовку, и даже на мобилизацию, если вдруг ее объявят. А вы будете обязаны явиться. А если вы этого не сделаете, то вас могут наказать. Причем наказание, согласно уже другому проекту закона, усиливается. За уклонение от призыва теперь смогут давать не два, а сразу три года лишения свободы или химии. И штрафы тоже вырастут, притом значительно. За неявку на мероприятие по призыву до 30 базовых величин, то есть 1110 рублей. А за нарушение обязанностей по воинскому учету до 25 базовых, то есть до 925 рублей. Пока что штрафы намного меньше, всего до 5 базовых, то есть 185 рублей. Эти СМСки гражданам обязаны рассылать операторы мобильной связи. Их же обяжут сообщать в КГБ или в военкомат номера телефонов граждан, которые состоят на воинском учете. А если вы вдруг возьмете и сами поменяете номер телефона, то вам самостоятельно придется сообщить об этом в военкомат. Бумажные повестки при этом никуда не денутся. Но вручать их вам смогут где угодно, хоть на работе, хоть в кино. И сделать это сможет любой человек по поручению военкомата, исполкома или КГБ. Но на самом деле здесь все еще интереснее. Один из законопроектов вводит такое понятие, как юридически значимое сообщение. И такое сообщение будет считаться доставленным, даже если его отправили на электронную почту или в мессенджер, куда угодно. И не важно, прочитали ли вы такое сообщение или нет. По умолчанию будет считаться, что раз сообщение отправили, то оно доставлено. И вы обязаны сделать то, что хотят власти. Уклониться будет невозможно. Можем предположить, что эту практику подсмотрели в России, где с недавних пор тоже появились электронные повестки, от которых точно так же нельзя скрыться. А вот еще. Представим, что призывная комиссия решит вас освободить от службы по призыву или в резерве, или отправить в запас по состоянию здоровья. Теперь это решение не будет считаться окончательным. Его должны будут подтвердить в областной или в Минской городской комиссии. Идем дальше. Есть и такое нововведение. Президент сможет разрешить принимать на службу по контракту людей, которым сейчас это законом запрещено. То есть в армию смогут брать уклонистов, судимых, тех, кто сидел или сидит в колонии или в тюрьме. И даже тех, против кого уже ведется уголовное дело. И это снова очень напоминает то, что происходит в России. Там сначала вагнеровцы, а потом и само Министерство обороны буквально пылесосило места лишения свободы, чтобы набрать себе солдат для войны в Украине. А вот еще. Планируется, что если в Беларуси объявят мобилизацию, а вы значитесь как временно негодный к военной службе военное время, то никакой отсрочки вам не положено. Сейчас она предусмотрена на полгода, а потом ее не станет. Скорее всего, если объявят мобилизацию, вам придется проходить комиссию повторно. Но и это еще не все. Власти, кажется, поняли, что своих ресурсов, чтобы призывать сразу много людей, у них не хватит. Поэтому они хотят привлечь к этому процессу самих граждан. Это будет называться аппарат усиления. То есть каких-то людей, которые не имеют отношения к армии, военкоматы смогут привлечь для оказания помощи себе же, чтобы оповещать людей, помочь их призывать и отправлять в армию. За такими людьми обещают сохранить рабочее место, зарплату и так далее. Все как с призывниками. Если такие законы примут и опубликуют, то большинство поправок начнут действовать уже на следующий день. Исключение это те самые юридически значимые сообщения, от которых нельзя уклониться. Эта поправка, если ее примут, начнет действовать только через год. Вообще, в этом видео мы в целом перечислили только самые основные нововведения, которые планируют вести власти. В описании мы оставим ссылки. Вы можете перейти по ним и подробно прочитать, что еще хотят изменить. Очень важно, если вы находитесь в Беларуси, то перед тем, как нажимать на эти ссылки, обязательно включите VPN.